Всем привет! Окунись в мир студенчества и новостей вместе с командой Универньюз. С тобой я, Анна Глазунова, и так сегодня в выпуске. Казанскому федеральному университету завершит свою работу. Берегите мужчин. В университетской клинике Казань начал работу Центр мужского здоровья. А ты говоришь по-английски? В спортивно-оздоровительном лагере Буревестники Лабушкова института Казанского федерального университета проходит летняя языковая школа. 26 июля свою работу завершит приемная комиссия Казанского федерального. Абитуриенты, уже подавшие документы, с нетерпением ждут окончания приема. Чтобы услышать заветное, вы поступили. А тем, кто еще находится в раздумьях, советуем поскорее определиться с выбором института и факультета. Наша съемочная группа узнала новые данные приемной комиссии. Смотрим. До окончания работы приемной комиссии Казанского федерального университета остаются считанные дни. Свой прием она завершит 26 июля. На сегодняшний день уже подано более 59 тысяч заявлений. С каждым днем количество их только растет. Если говорить об, скажем так, бюджетном приеме, то на сегодняшний день 8100 оригиналов уже подано при плане бюджетного приема в 4980 мест. То есть, как вы видите, здесь по оригиналам уже достаточно серьезный запас. В Институт управления экономики и финансов подано больше всего оригиналов, а точнее 656. В Институт психологии и образования 647 оригиналов. Догоняет и Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. Туда дали свои оригиналы 580 абитуриентов. По бюджетным показателям мы идем вровень 2016 года, а по показателям контракта мы опережаем. Опережаем 2016 год. После 26 июля каждый абитуриент сможет в личном кабинете увидеть свою позицию в рейтинге на том направлении или специальности, куда он подавал документы. А также просмотреть количество оригиналов и копий для того, чтобы оценить свои шансы на поступление. Далее мы даем срок до 18.00 1 августа, чтобы те, которые видят, что у них есть шансы поступить на бюджет, смогли свои копии заменить оригиналами. То есть принести оригиналы на соответствующее направление, которое они выбрали. Подать документы абитуриенту можно в электронной форме в социально-образовательной сети «Буду студентом». Помимо этого документы можно отправить экспресс-почтой или подать заявление лично, придя по адресу Кремлевская, 35. Торопись, ведь остается совсем немного времени. Вдруг именно ты окажешься в списке счастливчиков, поступивших на бюджетные места в Казанский федеральный университет. Анна Глазунова, Леонардо Влитяров, Универньюз. На базе Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального университета прошла совместно с Московской школой управления Сколково программа повышения квалификации управления проектами. Подробнее в нашем следующем сюжете. В течение трех дней длился первый модуль образовательного проекта Казанского федерального университета и Московской школы управления Сколково по обучению в области управления проектами руководителей и заместителей руководителей исполнительных органов государственной власти и муниципальных органов Республики Татарстан. Участниками проекта стали около 30 государственных и муниципальных служащих, представителей коммерческих и хозяйствующих структур. В этом году подготовили эту программу в рамках двойных модулей. Значит, первый эшелон – это высшее руководство. Один модуль мы провели совместно с преподавателями, с бизнес-тренерами высшей школы бизнеса Сколково и подготовили второй эшелон, тот, который сегодня вы смотрели. Не прямое обучение, а создание условий для развития человека. Мы вместе создаем условия, в которых команды, в которых руководители могут развиваться. Они могут принести свои реальные проекты и на них отработать или проблематизировать все вопросы, которые действительно стоят перед ними. В ходе образовательной программы участники познакомились с основными принципами управления проектами. На примере крупных корпораций рассмотрели модель управления приоритетных стратегических проектов. Хотелось донести до участников существующие процессы, техники, инструменты. Они должны понимать, что нужно использовать их, совершенствовать. С их помощью процесс работы станет эффективнее. Также нужно понимать, для того, чтобы организовать работу офиса по проектному управлению, необходимо многое сделать. На это уйдет не один день. Здесь нужно рассматривать и вопросы организационной культуры. В рамках программы разрабатывалась модель управления проектами в Республике Татарстан. В дальнейшем она может быть взята за основу для формирования единой в России модели проектного управления. Мы стараемся максимально использовать свои временные ресурсы и возможности для того, чтобы с коллегами выработать новые инструменты, механизмы в рамках механизма, так называемого проектного управления. Если мы говорим про сферу туризма в городе Казани, то это вот такие мероприятия крупные, масштабные, как там универсиады, чемпионат мира по водным видам спорта. Это Кубок конфедерации и много-много разных мероприятий, таких городских, как Велу-ночь или там гастрономический фестиваль. Это крупный проект, который мы реализуем благодаря своим силам. Я думаю, эта сессия поможет именно систематизировать эти все знания в какой-то определенный порядок, что позволит какие-то новые или вот эти уже ежегодные мероприятия проводить еще на более высоком уровне. В настоящее время отсутствуют стандарты оказания медицинской помощи пациентам с диагнозом «мужское бесплодие». Сложность природы и развитие данной болезни требует рассмотрения с позиции междисциплинарного подхода, что и планируется осуществить в Центре мужского здоровья университетской клиники Казань. Считается, что в современном мире мужчины живут меньше женщин, так гласит закон природы. Но так ли это на самом деле, вопрос по-прежнему остается открытым. В последние годы 24% всех смертей пришлось на население трудоспособного возраста. Из них 79% составили мужчины, которые, к сожалению, поздно обращаются за медицинской помощью. Если удается выявить заболевание, в том числе и онкологическое, предстательное железо на раннем этапе, то, соответственно, прогноз бывает благоприятным. На более поздних этапах, как правило, прогноз бывает менее благоприятным и все лечение сводится лишь к продлению жизни человека. Чтобы Татарстан не сбавил, а только улучшил процент улучшения состояния здоровья мужского населения и демографического показателя, в университетской клинике Казань начала работу Центр мужского здоровья. Значит, наша работа направлена на то, чтобы своевременно диагностировать какие-либо отклонения, выявляемые в мужском здоровье, и рационально применить лечебную тактику. Еще одной из основных проблем репродуктивного здоровья населения России является высокая распространенность бесплодия, как среди мужчин, так и среди женщин. По данным Всемирной организации здравоохранения, если в стране частота бесплодия достигает 15%, то эта проблема стремительно перейдет в социально-демографическую. А саму урологию уже сегодня необходимо признать базовой специальностью, к врачам которой обращаются мужчины особенно часто после 50 лет. Аделя Шамилова, Владислав Мехневский, Универньюз. В спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» Елабужского института КФУ проходит летняя языковая школа «Инглиш нон-стоп». Ее участниками стали 49 студентов из Сатарстана, Удмуртии и Башкортостана. 49 студентов из Сатарстана, Удмуртии и Башкортостана стали участниками летней языковой школы «Инглиш нон-стоп», которая проходит в спортивно-оздоровительном лагере «Буревестники» Елабужского института КФУ. Формула успеха смены, занятия на свежем воздухе, неформальная обстановка и практика английского. Программа школы отличается от программы классических языковых интенсивов, включая не только обучающие занятия, но и познавательно-развлекательные конкурсы, различные мастер-классы. «Наши студенты имеют уникальную возможность насладиться этим прекрасным лагерем, чудесной атмосферой и не забыть язык. Все занятия проводятся в интерактивной, очень интересной форме». Ребята из «Инглиш нон-стоп» – зачинатели особой традиции. Ежедневно вместе с руководителями они разрабатывают проекты по разным темам – лингвосторноведение, кино, культура и традиции народов России и мира. В летней лингвистической школе нашлось место не только интеллекту, но и эмоциям. «Я считаю, что эти занятия очень полезны, потому что все проходит в такой неформальной, в интересной обстановке, то есть мы увлекаемся, нам это интересно, и материал нам дает интересный. Тут нет зубрежки, тут нет этих постоянных домашних заданий». «Ты знаешь, что после занятий ты пойдешь покупаешься, потом вы пойдете отдохнете, поиграете все вместе в волейбол или в бомбинтон, а занятия – это приятное дополнение, узнать что-то новое». Лето в Буревестнике продолжается, а это значит, что впереди еще очень много интересных проектов и встреч, посвященных социальному предпринимательству, IT-технологиям и, конечно же, педагогике. Диана Шилова, Динара Алмагомбетова, Айдар Салихов, Универньюз. Что ж, на сегодня это все. Хорошего вам летнего настроения. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok